Привет, друзья! Вчера прочитал очень интересный пост, который решил прокомментировать. Он был выложен на LinkedIn каким-то товарищам, по-моему, из США, где он говорит о том, что давайте признаемся честно, профессию рекрутера скоро полностью заменит искусственный интеллект. Ведь смотрите, искусственный интеллект умеет идеально составлять тексты вакансий, может находить кандидатов и сравнивать с текстом вакансий, то есть отбирать по профайлам наиболее подходящих, может проводить оценку, например, записывать видеоинтервью, формируя вопросы, на которые нужно кандидату давать ответы, и анализируя эти ответы, может делать анализ hard skills, то есть может давать тесты, может давать тестовые задания, их анализировать для многих должностей. Фактически очень много чего может делать искусственный интеллект, и он говорит, что вот смотрите, мы сейчас как люди очень часто любим взаимодействовать не с людьми, например, если мы вызываем такси, то мы не захотим уже никуда звонить, мы захотим в Uber вызвать такси, указать откуда куда, и даже можем поставить опцию не говорить с таксистом. Мы очень раздражаемся или недовольны, если в магазине, в супермаркете нет кассы самообслуживания, где можно быстренько подойти, поднести, просканировать свои товары, платить и забрать. Вот он говорит, такой humanless сервис, он сейчас очень в тренде. Зачем тогда рекрутер, он спрашивает. И действительно, знаете, это заставляет задуматься, а какая тогда роль рекрутера в будущем? Вот этот вот human touch, он не всем нужен. Все, что делает рекрутер, может делать искусственный интеллект не хуже, а иногда даже и лучше. А зачем тогда рекрутер? И я задумался, что действительно сейчас происходит такой сдвиг, где, ну, во-первых, через какое-то время, потому что у меня есть курс искусственный интеллект в HR, где я все мониторю, все системы, которые в разных HR направлениях существуют в области искусственного интеллекта, они пока достаточно сырые, то есть они в процессе. Они еще не собраны, вот как такая, знаете, неразрывная цепочка, чтобы говорить, что вот оно там от Адая будет все вопросы решать. Но в целом этот сдвиг происходит, и сами рекрутеры начинают пользоваться многими системами, которые им помогают работать. Да, они пишут тексты вакансий, пишут тексты сообщений, автоматизируют отправку сообщений, используют логины для поиска контактов. То есть рекрутеры много чего делают. И, конечно, нельзя говорить с уверенностью, что ничего не изменится. Вот были рекрутеры, будет. Вот то, что они делали, так и будет происходить. Однозначно изменится. И однозначно все будет по-другому. Но как оно будет? Не будет ли вообще рекрутера? Вот здесь я немножко не соглашусь. Мне нравится, я многих читаю, экспертов, статьи какие-то, публикации, консалтинговые компании, ученые публикуют, профессоры. Искусственный интеллект сравнивают с таким же появлением компьютера, которое человечество уже переживало. С одной стороны, да, появление компьютера какие-то должности заменило, потому что компьютер производит лучше вычисления, компьютер может много чего делать. Но компьютеру нужны люди для работы. И компьютер создал, наверное, еще больше должностей и работы, чем было до него. То есть это не про то, что кто-то останется без работы, это про то, что кто-то будет конкретно сильно переучиваться тому, как это все использовать, тому, что компьютер не так сделает хорошо, как человек. Потому что в рекрутинге, ну, во-первых, по поводу вот этого вот humanless touch, да, где люди не хотят взаимодействовать с человеком, это как с удаленкой. Вот она не для всех, не все хотят быть на удаленке, не всегда хотят быть на удаленке. То же самое не все хотят не взаимодействовать с человеком. А те, кто не хочет взаимодействовать с человеком, возможно, это тоже не всегда. Потому что иногда все-таки хочется взаимодействовать с человеком, что-то спросить, просто пообщаться. Да, вот настроение у меня такое, надоело мне это удаленка, хочу с живым человеком пообщаться, пойду на кассу, а не через кассу самообслуживания. Поэтому это вопрос про обучение, это вопрос про то, как ты адаптируешься, как ты учишься взаимодействовать с искусственным интеллектом. И так, чтобы успокоить и рекрутеров, ну, и HR-ов, которые здесь тоже рядом, да, вот, касаются, я могу сказать следующее, что если каждые полгода вы проходите актуальное обучение, которое, ну, по крайней мере, наша академия всегда учитывает последние тренды, то без работы вы не останетесь. Вот и все. Но если вы ничему новому не учитесь, то, наверное, стоит уже беспокоиться. Вот так вот, друзья. Всем хорошего настроения. Пока.